Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих, с вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. И сегодня мы рассмотрим Тед, в общем канал Тед, да. На Теде очень много различных видео, это научно-популярный канал. Многим кажется, что он довольно интересный, ну да, местами очень даже интересный. Чалмерс там даже был, в принципе. Чалмерс персона довольно-таки высокого полёта, особенно для Теда. А вероятно, там присутствует также немалое количество известных исследователей, вообще довольно умных людей. Но значительная часть видео, которые представлены там, они, ну скажем так, очень низкое качество. Очень низкое интеллектуальное качество. Ну давайте, в общем-то, посмотрим. Посмотрим некоторые из видео и попробуем их проанализировать, обсудить. В общем-то, на состоянии истинности является ли то, что говорят там авторы, чем-то похожим хотя бы на правду. Начнём с первого видео, которое я достал. Известный актёр, да, известный актёр выступает. Ну давайте посмотрим. Прежде всего, спасибо за ваше внимание. Это ни с чем не сравнимо, находиться в этом зале полном людей, когда всё внимание обращено на меня. Получать внимание — это очень мощное чувство. Я актёр, поэтому немного разбираюсь в... ни в чём, на самом деле. Но я правда знаю, что значит получать внимание. В жизни мне посчастливилось получить даже больше внимания, чем я заслуживал. Кстати, интересный пункт, больше внимания, чем он заслуживал, и он интересно, что это признал. Хорошо. Без, без, придержись. И я очень за это благодарен, потому что, как я уже сказал, это очень мощное чувство. Но есть ещё одно мощное чувство, которое мне посчастливилось испытать, будучи актёром. Забавно, но это чувство скорее противоположное, потому что оно связано не с привлечением внимания, а с его концентрацией. Когда я играю, я так концентрируюсь, что обращаю внимание только на одну вещь. На съёмочной площадке перед началом съёмки помощник режиссёра кричит «Камера!». Затем я слышу «Скорость», «Дубль», «Внимание!», а потом режиссёр кричит «Мотор!». Я слышал эту последовательность так много раз, что для меня это стало неким магическим заклинанием Павлова. Камера, «Скорость», «Дубль», «Внимание», «Мотор!». Со мной происходит нечто, чего я не в силах сдержать. Моё внимание сужается. И всё, что происходит вокруг, всё, что меня беспокоило или мешало сосредоточиться. Пока всё нормально, пока мы не критикуем, потому что он просто делится опытом. Поксёрски. Хорошо. ...точится, куда-то уходит, и я просто оказываюсь там. И это чувство, это то, что я люблю. Мне кажется, что это и есть творчество. В этом заключается самая главная причина моей благодарности. Так, во-первых, это и есть творчество. Заметим, пожалуй, что актёры творчеством не занимаются. Простите, уж если актёры меня смотрят, и если вы считаете, что вы занимаетесь творчеством, нет, то, что вы делаете, это очень важно, очень интересное ремесло, возможно, даже подразумевающее некоторое вживание, а вживание очень глубокое, философское даже иногда. Особенно если по Станиславскому всё делать. По творчеству, то есть к созданию чего-то нового, актёрская деятельность отношений никакого не имеет. Поэтому очень забавно, что человек, который не занимается творчеством, думает, что он им занимается, и при этом говорит вам, что там, от чего зависит и влияет. Вот это первый промок, собственно, большой, ну, по определению творчества, создание чего-то нового. Тем более, создание чего-то качественно нового. Актёр непродуктивен в этом смысле, он репродуктивен. Его цель не сделать что-то новое, не отыграть роль настолько по-новому, чтобы все такие, о, живой, этот же Питер Пен похож на маньяка из последнего фильма, что-то его зовут, Триера, да. Вот. Нет, обычно это не так происходит. Актёр, наоборот, должен максимально соответствовать своей роли, то есть быть абсолютно репродуктивным. Тем более он репродуктивен, а в своей роли тем лучше. Я не знаю, что я стал актёром. Итак, речь идёт уже о двух мощных чувствах. Получать внимание и обращать его. Конечно, в последние 10 лет или около того, развитие технологий позволило всё большему числу людей испытать это чувство привлечения внимания. Речь идёт не только об актёрстве, а о любом творческом проявлении. Писательство, фотография, рисование, музыка. Да, вообще, абсолютно супер, как привлекло внимание. Замечательно. Что угодно. Каналы распространения демократизированы, и это хорошо. Супер. Вообще, абсолютно. Класс. Я думаю, что существуют непреднамеренные последствия для любого человека на планете, который хочет проявить творческий подход. В том числе и для меня, потому что у меня нет к этому иммунитета. Я думаю, что наша креативность имеет тенденцию стремиться к конкретной цели. И этой целью является получить внимание. Чушь. Ну, вот здесь как бы уже до сюда эта чушь. А, ну, понятно, что целью творчества не может быть получение внимания. В принципе, цель творчества приведения чего-то нового по определению. А вот уже потом, да, можно за творчество пытаться как бы получить внимание. Вот у тебя есть творчество некое, ты что-то создал, и уже на базе созданного ты можешь желать получить некое внимание. Вот, заметим, вот это вот. То есть, ну, даже, может быть, если некоторые авторы желают получить внимание за счет того, что они занимают творчество, вообще у них первый посыл, это получить внимание, допустим. Может быть, есть такие. Но таких не большинство уж точно. Это и побуждает меня высказаться, так как... Нет. У тебя, может быть, да, но вообще нет. ...опыту. Чем больше я гонюсь за этим мощным чувством обращать внимание, тем больше я счастлив. Это тоже апелляция к личному опыту, тем больше он счастлив, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, это ненадежный критерий, то, что ты счастлив, а многие люди, когда гнаться внимания, они, наоборот, не счастливы. Даже книги про это написаны. Практически, произведения. При этом, чем больше я гонюсь за мощным чувством привлекать внимание, тем больше я не счастлив. И... Спасибо. Блин, кто-то захлопал. Один. Один. Это что-то, что мне очень знакомо. Думаю, первый раз на моей памяти, когда я привлекал внимание своей актерской игрой, был... Когда мне было 8 лет, это был летний лагерь. К тому времени я уже год ходил по прослушиваниям, и мне посчастливилось получить маленькие роли на ТВ-шоу и в рекламе, чем я и хвастался тем летом в лагере. Поначалу это работало. Другие дети оказывали мне море внимания, потому что я снимался в семейных узах. Вот моя фотография в то время. А потом все изменилось. Думаю, я переборщил с хвостовством. И потом другие дети начали надо мной смеяться. Помню одну девочку, я тогда был в нее влюблен, по имени Рокки. Вообще ее звали Рэйчел, но все назвали ее Рокки. Она была красивая, умела петь, я был очарован и хвалился перед ней. И тогда она повернулась ко мне и сказала, что я выпендрежник. Я это полностью заслужил. Но знаете, это все равно обидно. С того самого лета я начал очень осторожно относиться к привлечению внимания своим актерством. Иногда меня спрашивают, погоди-ка, если тебе не нравится внимание, зачем ты пошел в актеры? А я такой, потому что актерство не про это, мужик. Актерство про искусство. Не, актерство не про искусство, мужик. Про искусство. А вот режиссеры, да, про искусство? Окей, окей, чувак. Актер, инструмент. Ректеры, так скажем. Актер только в том случае может быть творцом, если он сам является режиссером и является сам своим инструментом в процессе создания. Ну или сценаристом еще одно время. Ну да, надо быть, вот как сидите тебе, режиссер и сценариста, и актера, и тогда, да, ты полноценный, в общем-то, творец кино. А потом появился твиттер. И я в нем полностью залип, как и все вокруг, и стал совершенным лицемером. Потому что тогда я полностью эксплуатировал свое актерство для привлечения внимания. То есть думал ли я, что все мои подписчики следили за мной из-за моих гениальных постов? Вообще-то, так я и думал. Я такой, «Они любят меня не потому, что я снимался в Бэтмене, им нравится то, что я говорю, я хорошо обращаюсь со словом». В миг это стало влиять на столь любимый мной творческий процесс. И сейчас влияет. Я пытаюсь это исправить. Скажем, сижу я и читаю сценарий. И вместо того, чтобы думать, как мне отождествить себя с этим персонажем, или как публика отнесется к этому сюжету, у меня в голове, что люди будут писать об этом фильме в Твиттере, и что напишу я, мне надо написать что-то хорошее и достаточно колкое, чтобы у меня было много ретвитов, но не слишком грубое, потому что все такие обидчивые, а мне не хочется неприятностей. Это то, о чем я думаю, в то время как я должен читать сценарий, пытаясь... Ну, вообще, очень такая примитивная позиция. Он, в общем-то, делает вот эту позицию, согласно которой нужно получать внимание, жажду внимания, так скажем, которая делает нас менее креативными, вот он делает вот и ее, как бы, да, вступляет ее, так скажем. Там Твиттеры, Шмиттеры, все это такое плохое, все это так примитивно, все это так недостаточно хорошо. А на самом деле, для, например, конкурсового вроде Югеля, получить внимание, распространить свои идеи, ну, наверное, было неплохо, в любом случае. То есть, с другой стороны, очень смешно наблюдать за актером, миллиардером, всего долларом, который рассуждает о том, что, ну, вот как плохо, жажду внимания, в общем, получать, и как это, в общем, делать нас менее креативным. Замечательно, что человек с детства, в общем-то, смехался в кино, ему там просто колоссально повезло, получается, да, он дает вам такие прекрасные советы. То есть, да, хватит жажду внимания, там, не пиаритесь, пока вы станете суперкреативными, и так далее, и так далее, и так далее. ...быть творческой личностью. Я здесь не для того, чтобы сказать, что технологии убивают творчество, я так не думаю. Я думаю, что технологии это всего лишь инструмент. Технологии могут способствовать невиданным проявлениям таланта. И актеры это всего лишь инструмент. Например, я создал онлайн-сообщество Хит Рекорд, где люди со всего мира могут совместно работать над своими проектами. Так что не думаю, что проблема заключается в соцсетях, смартфонах или развитии технологий. Но! Если мы говорим об опасности того, что творчество становится средством привлечения внимания, тогда не надо забывать и о крупных медиакомпаниях, бизнес-модель которых под это и заточена, да? Давайте, да, похлопаем, он фигнил, я сказал, ну давайте похлопаем. Он продукт этих медиакомпаний, ну вот похлопаем, чувак. Которые из вас хорошо об этом знают, но вот какой тут возникает вопрос. Как социальные сети, например, Инстаграм, зарабатывают деньги? Инстаграм не просит денег за загрузку фото. Это бесплатно. Так что же там продается? Внимание! Там продается внимание, которое пользователи обращают на рекламу. Сейчас идет много споров о том, насколько много внимания мы уделяем таким вещам, как Инстаграм. Но мой вопрос вот в чем. Как Инстаграм привлекает столько внимания? С помощью нас. Каждый раз, когда люди выкладывают фото в Инстаграм, они получают внимание своих подписчиков. Не важно, сколько их, пара человек или несколько миллионов. Чем больше внимания вы привлекаете, тем больше внимания Инстаграм продает. В интересах Инстаграма сделать так, чтобы вы получали как можно больше внимания. Поэтому соцсеть делает так, чтобы... Поганый капитализм. Что вы что делаете, на смене креатив? Капитализм. Вы хотели этого внимания, просто вожделели его и страдали от его нехватки. Не, люди просто фоточки выкладывают обычно. Просто все. Обычно даже не задумывают. Инстаграм подсаживает пользователей на это мощное чувство. Там очень так много внимания. Колоссально много внимания там. Люди приходят сразу, мгновенно. Включение внимания. Я знаю, что мы все шутим, типа, боже, я жить не могу без телефона. Но это и в самом деле зависимость. Это научно доказано. Если вам интересно... Да, научно доказано. Рекомендую ознакомиться с работами Джарона Ланье, Тристана Харриса, Мира Эйяля. Но вот что я вам скажу. Зависимость от внимания ничем не отличается от какой-либо другой зависимости. А, ну то есть, если мы долгим тяжелые наркотики, это как бы никак не отличается от внимания, от зависимости от инстаграма, да? А, то есть, когда будем подыхать от передоза инстаграма, мы будем так писать, да, лучше бы Геррича не понравился. Тебе всегда мало. Сначала ты думаешь, если бы только у меня было тысяча подписчиков, я бы чувствовал себя просто чудесно. А потом ты такой, вот когда у меня будет 10 тысяч подписчиков, когда у меня будет 100, когда у меня будет миллион подписчиков, тогда я буду чувствовать себя великолепно. Это банальная такая тема, тоже из практической литературы взятая. О, да, жадность человека. Из философии, в том числе, кстати, из банальной такой нравственной философии, которая морализирует постоянно. Вот. Постоянно больше, еще больше, еще больше, еще и еще, и еще. На самом деле, в жизни такие люди встречаются крайне редко. Например, русские олигархи, да? Сколько у нас русских олигархов, которых все не хватает и не хватает? Да не так уж и много, на самом деле. Это не миллионы людей. А вот товарищ распространяет болезни сотен на болезни просто миллиардов сразу. Ну, я думаю, колоссальное количество пользователей Инстаграма в принципе плюет на внимание, на привлечение внимания большое. Кто-то использует Инстаграм для сохранения даже не собственных фотографий, а просто фотографий каких-то вообще. Кто-то привлекает, опять же, привлекает внимание, а кто-то хочет выложить свои, в общем-то, в арене какие-то художества и проблемы. Инстаграм как-то мешает, ну, или он пытается вот выстоять как какие-то маниакальницы, да, как будто все так маниакально помешаны в Инстаграме. И на внимание, на жажде внимания, что-то маниакальности. Да. Притом, вот этой маниакальности не наблюдаются у большинства людей в принципе. У меня в Твиттере сейчас 4,2 миллиона подписчиков, и это никогда не было чудесно. Ты актер. И тебе вообще... Я даже не буду говорить вам, сколько подписчиков у меня в Инстаграме, потому что мне просто стыдно от того, насколько их мало, ведь я зарегистрировался там после выхода Бэтмена. Я смотрю профили других актеров, вижу, что у них больше подписчиков, чем у меня, и мне становится плохо. Потому что после подсчета подписчиков любому станет плохо. Да плевать вообще. Это чувство несостоятельности заставляет вас выкладывать посты, чтобы заполучить больше внимания, которое будет продаваться компаниям, делающим на этом деньги. Капитализм. Гадкий паршивый. Убогий капитализм. Давайте, в общем, революцию. Актерскую революцию. Общество креативное, ребята, да-да-да. Нет такого количества внимания, достигнув которого, можно успокоиться и подумать, вот, теперь я в порядке. Многие просто вообще не думают об этом. Ну, набирается определенное количество подписчиков. Собирается еще больше, но все, плевать. Некоторые просто деньги зарабатывают на Инстаграме, на рекламе на той же самой. И они думают не только о внимании, для них привлечение внимания это не первый фактор, а первый фактор для них заработок. Когда Инстаграм становится средством заработка, ну, внимание становится инструментом получения этого заработка. То есть, тогда в приоритете стоит не получение внимания, а получение денег, а за ним уже следует получение внимания. Только получение внимания не является тогда тем вот подсаживающим инструментом, тем наркотиком, о котором говорит данный актер. Конечно, есть много более популярных актеров, чем я и у них. Нет, простите. Даже не прогуглил, не просто. Больше подписчиков, но бьюсь об заклад, они думают о том же самом. Если движущей силой вашего творчества является желание привлечь внимание... У кого так не бывает. Потому что творчество чаще всего самоценно. Оно само себя обосновывает. Оно появляется в человеке как, в общем-то, желание создать что-то новое и возможность создать что-то новое. Просто так, если у тебя впереди стоит жажда желания, желание получить внимание, вряд ли ты сможешь произвести что-то новое без каких-либо для этого других предпосылок. Творчество это не просто взял и сыграл, просто взял или накалял что-то там, или взял, что написал стишок какой-то любви. Нет. Творчество это процесс наиболее сложный. Но, например, просто написать стишок и скопировать классиков, это не творчество, это антитворческая деятельность. Или, например, просто сыграть в культу руль. Это не творческая деятельность. Впрочем, иногда очень сложная и важная. То есть этого я не исключаю. Но это тоже не творчество. И креативность. Это в чем дело. Вы никогда не будете творчески реализованы. Что значит творчески реализоваться? Кто творчески реализовался? Давайте-ка посмотрим. Вот товарищ у нас творчески реализовался или нет. Но у него куча внимания приятно. И он рассказывает про жажду вот этого внимания, которое, видимо, сам испытывает. Которое пытается распространить на миллиарды людей на земле. Но! У меня есть и хорошие новости. Есть и другое мощное чувство. Можно по-другому использовать внимание, вместо того, чтобы позволять огромным компаниям контролировать и... Которые компании контролируют. Они помогают тебе. Они распространяют твое влияние, распространяют твое лицо. Тебя рекламируют эти компании. Какие плохие компании, которые разрабатывают на нас миллиарды. Отвратительные, гадкие компании. Продавать его. Это то, о чем я говорил, почему мне нравится актерская игра. Где я обращаю внимание только на одну вещь. Оказывается, по этому поводу тоже есть научные исследования. Психологи и нейробиологи изучают феномен, который они называют потоком. Это то, что случается в мозге человека, когда он сосредотачивается на одной вещи и ни на что не отвлекается. Говорят, чем чаще это происходит, тем человек счастливее. Я не психолог и не нейробиолог. Но могу сказать, что для меня это так. Это не всегда легко. Это сложно. По-настоящему обращать на что-то внимание требует практики. И каждый делает это по-своему. Я поделюсь одним методом, который помогает мне сфокусироваться. Я стараюсь не видеть в других творческих людях соперников. Я пытаюсь найти союзников. Например, во время съемок, если я начинаю видеть соперников в других актерах, то сразу буду думать, боже мой, да они привлекут больше внимания, чем я. Люди будут больше... Кажется, мани. Как это с вниманием связано, по-моему. Он пытался обращать внимание, пытался обращать внимание. У него все вот в этих категориях сейчас измеряется. Но это довольно-таки странно и довольно примитивно. Довольно примитивное рассуждение. Особенно для Теда. Для Education Canada. Для образовательного. То есть, это стать... Вот его посыл, он довольно-таки... Как бы это сказать. Популяция. Популярный. Научно-популярный. Причем, настолько примитивно научно-популярный, что с наук от себя взросл. Три книжки, да, там научных было. То есть, из тех, ну, нормально. Греяния моей. И все, концентрация утеряна. И, скорее всего, в этой сцене я облажаюсь. Здесь нет, тупо апелляция к личному опыту и больше вообще никакой. Вмечательные аргументы. Спасибо. Но когда я воспринимаю других актеров как своих союзников, концентрироваться становится проще. Потому что мое внимание обращено к ним. Мне не приходится думать о том, что я делаю. Я реагирую на их действия, они на мои. И мы все друг за друга держимся. Но не думайте, что это касается только актеров, играющих в одной сцене. Это касается всех творческих ситуаций. Профессиональных или несерьезных. Актеры не занимаются... Простите, но вот так вот. Ну, по крайней мере, если ты можешь назвать каким-то творчеством, оно радикально отличается от того, чем отличаются другие книги, производящие что-то новое. Просто радикально отличается. Абсолютно отличается. И распространять вот это радикальное отличие на другие части, которые реально являются творческими, довольно странно. Я могу взаимодействовать с людьми, с которыми даже не нахожусь в одной комнате. На самом деле, некоторые из моих любимых вещей, которые я когда-либо делал, я делал с людьми, которых я никогда не встречал в жизни. Кстати... Да. Какой-то фильм, наверное, сейчас был. Ладно, продолжаем. И для меня в этом и заключается прелесть интернета. Если бы все перестали соревноваться за внимание, то поняли бы, что интернет... О, соревнуются за внимание, духа же мой. Ну, опять же, надо примеры приводить. Вопрос, например, провести. Вот какие-то там богеры. Соревнуются за внимание, допустим, да? Скорее всего, они соревнуются. А то, что обычно люди соревнуются за внимание, вопрос. Неизвестно. Иннет — это отличное место для поиска единомышленников. Давайте найдем единомышленника. Кому-то, это же так прекрасно. И когда я взаимодействую с людьми, неважно, на съемочной площадке или онлайн, мне становится намного проще обнаружить этот поток, ведь все наше внимание обращено на проект, который мы совместно создаем. И я начинаю чувствовать, что являюсь частью чего-то большего. Вот началась история, в дуке, там, не знаю, как принцесса, там, замки розовые, тропойник. Ну, как все у нас хорошо здесь, как замечательно. Вот надо делать, чтобы все... Тогда я привлеку еще больше внимания. Тут вот так вкладывается. Если подождаешь до внимания, то привлеку меньше. Вот такой вывод, скорее всего, будет. Я не смотрел видео до конца, но мы сейчас посмотрим. А совместно мы защищаем наше внимание от ненужных вещей и просто находимся там. По крайней мере, у меня это так. Иногда. Иногда. Это не всегда работает. Иногда я полностью вовлекаюсь в этот порочный круг с привлечением внимания. Ну, то есть даже сейчас часть меня как бы говорит... Эй, все посмотрите на меня, я выступаю на ТЭД! Есть такое. Скрывать не буду. Но я также могу честно сказать, что для меня сам творческий процесс написания и реализации моей речи, это огромная возможность сфокусироваться и обратить внимание на то, что мне важно. Так что, вне зависимости от того, сколько внимания я тут получу, я все равно счастлив, что сделал это. И я благодарен всем вам за эту возможность. Обращайся, друг. Всегда рад помочь. У меня все. Теперь вы можете обратить свое внимание на кого-нибудь еще. Спасибо еще раз. Это видео переведено и озвучено... Так, да, рекламики были переводчиком, да, обойдется. Ну, собственно, да, вы видели все сами. Видео довольно-таки поверхностное, популяционное для, в общем-то, публики, для плебеев, для людей, которым, ну что, не скажи, там, позитивненькое, красивенькое, такое классненькое, им все понравится. Ну вот для таких людей видео на ТЭД и делаются в большинстве случаев. И это печально, что у нас такой популярный канал для широкого круга, в общем-то, зрителей, посвящен таким примитивным темам, раскрывается таким примитивным языком и вообще не имеет... Ну ничего основательного. Это миллиардер и известный актер, вообще один из самых верхних актеров во всем мире, который получает огромное количество денег и внимания, критикует внимание и говорит, что... Чтобы быть креативными, обращать внимание, pay attention, а не желать внимания. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Смотрите хорошие видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok